Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легким движением ковша погрузчик сворачивает грязный застывший сугроб так, чтобы он растаял за пару часов. Снег радует только в начале зимы, весной это большое неудобство. Процедура выращения снега каждый год проводится в городе, чтобы подготовить территорию к весенней уборке. С этих работ, по сути, и начинается месячник по благоустройству. Приступили к процессу выращения снега зимних накоплений. Собираем вытаивший мусор, приводим нормативное состояние отмостки. Там, где солнечные стороны уже позволяют, то есть уже начинаем процесс грабления. Там, где еще теневые дворы, то есть занимаемся перемещением снежных масс на солнечный сторону, для того, чтобы снег скорее сошел. Месячник по благоустройству в этом году официально стартует 16 марта. Такое распоряжение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Капризы погоды, а именно теплая зима и ранняя весна, дают городским властям возможность раньше начать подготовку Самары к майским праздникам. Нам это позволит более тщательно подготовиться к нашим майским праздникам, и к 1 мая, и, конечно, к 9 мая. Это позволит нам начать ямочный ремонт дорог, которые, к сожалению, за эту зиму достаточно серьезно пострадали несколько раньше. Поэтому очень надеюсь, что город в ближайшее время будет уже преображаться. Сегодня первый заместитель главы Самары Владимир Василенко обозначил задачу перед руководителями муниципальных служб, управляющих компанией и ресурсоснабжающих организаций подготовиться к масштабным работам по благоустройству города. Подписано распоряжение об организации месячника, или полутора месячника, я бы так сформулировал, 16 марта. Значит, я, Олег Владимирович, первое. В пятницу я уже сказал, жду от вас в первую очередь, а план по каждому предприятию проведения полутора месячника. Фактически, генеральная уборка города уже началась. Благоустройство Самары традиционно дело всенародное. Общегородские субботники пройдут накануне Дня космонавтики, перед Пасхой и в преддверии Первомая и Дня Победы. Олег Зверев, Константин Головин, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Особое внимание во время генеральной уборки города будет уделено местам, где проживают и проводят свой досуг ветераны войны. В частности, на особом контроле дом ветеранов на проспекте Кирова. Сейчас там проживают участники Великой Отечественной войны, их вдовы, ветераны боевых действий, инвалиды-колясочники. Муниципальное предприятие по обслуживанию дома всегда поддерживает порядок в доме и вокруг него. На ремонт город выделил значительные средства. На благоустройство этого дома потрачено в совокупности за два года 10,5 миллионов рублей. Проведен полный ремонт мест общего пользования, лестничных клеток, площадок, заменена плитка, покрашены стены, заменены потолочные покрытия. Сделана входная группа по-новому, для того, чтобы была доступная среда для тех людей, которые не могут самостоятельно передвигаться. В планах сейчас на этой неделе мы проводим внутриквартирное обследование с целью определения работоспособности системы вентиляции. Юбилейные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне получили ветераны боевых действий и труженики тыла. Награды героям вручала глава Самары Елена Лапушкина на торжественном концерте, посвященном Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. Андрей Горгуленко тоже поздравлял ветеранов. Виталий Павлович Михеев минометчик, ветеран Великой Отечественной войны, обладатель медали за победу над Японией и Ордена Отечественной войны. К этим наградам теперь добавит и юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы. Он воевал на Дальнем Востоке, освобождал Южные Сахалин и Курильские острова, где и служил до 47-го года, обучая других солдат навыкам обращения с артиллерийским орудием. В течение вот этого времени мы готовили для войны в Европе минометчиков. Потом их забирали, нам другую партию набирали. Юбилейные медали ветераны войны, и труженики ТЭЛа получали из рук главы Самары Елены Лапушкиной. Она поздравила их с прошедшим Днем Защитника Отечества, пожелав им здоровья, счастья и благополучия. Сколько бы времени ни прошло, мы не устанем преклоняться перед тем подвигом, который совершили наши ветераны. Боевым и трудовым подвигом. Очень надеюсь, что в этом году нашему с вами замечательному городу будет присвоено почетное звание города трудовой доблести. И мы будем с гордостью нести это звание и в дальнейшем. Среди гостей праздника были не только ветераны Великой Отечественной войны и труженики ТЭЛа, но и ветераны труда, представители районных ветеранских организаций. Для них подготовили концерт. Со сцены звучали военные песни, посвященные Дню Защитника Отечества, и песни о женщинах в честь наступающего 8 марта. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Результат анализов за считанные минуты. Ученые из Самарского медуниверситета изобрели уникальный прибор для экспресс-тестов. Аналогов у электрофореза на чипе пока нет. Он мобилен и недорог в обслуживании. О преимуществах анализатора нового уровня расскажет Елена Малютина. Вот этот с виду непримечательный прибор за считанные минуты способен провести анализ крови или слюны и поставить диагноз. Выявить, например, патологию печени, почек или онкологическое заболевание на ранней стадии. Для этого необязательны лабораторные условия. Электрофорез на чипе мобилен и не требует дорогого обслуживания и больших затрат на медицинские расходники. Он прост в использовании. Одно из преимуществ, что не нужно стоять в очереди и на приеме врач может уже поставить какой-то диагноз. В случае стационарных приборов это нужно вставать в очередь. Прибор требует стационарный набор, не менее 100 проб. Направлено на то, что используется одноразовый такой чип для пациента. Аналога у прибора нет. Так быстро и дешево требуемые анализы еще никогда не получали. Нашей целью было как раз удешевить этот анализ и ускорить его. Потому что получается электрофорез на чипе он занимает по времени не больше 10-15 минут. Плюс за счет того, что минимальное количество реагентов, которые нанесены уже в эти каналы чипа, сокращает существенную стоимость анализа. Экспресс-анализатор можно использовать в отдаленных районах и даже в условиях Крайнего Севера. Все результаты анализов автоматически передаются в центральную районную больницу. Возможности этого прибора практически не ограничены. Электрофорез может проверять даже качество продуктов, воды и алкоголя. Разработкой этого прибора занималась команда из пяти человек. На это ушло три года. Сейчас электрофорез проходит главный этап – калибровку. Это нужно для того, чтобы настроить точность анализатора. Проект находится на стадии завершения и в ближайшее время его запустят в массовое производство. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Чтобы помощь врачей была оперативной даже в самых отдаленных районах, самарским поликлиникам передали новые внедорожники для оказания неотложной медицинской помощи. Подробности узнал наш корреспондент. Автомобиль с полным приводом действительно востребован и зимой, и летом. Бригаде будет действительно комфортнее работать, быстрее, оперативнее. В автопарке Самарской больницы номер 4 пополнение. Новая неотложка на базе внедорожника «Нива». Многие пациенты живут в частном секторе, поэтому здесь и нужны полноприводные машины. Это очень большое подспорье для медицинского учреждения получить новую машину. И, конечно, и доезды, и доступность помощи медицинской увеличится, ну и, соответственно, качество медицинской помощи. Новые «Нивы» получили и шесть самарских поликлиник. В каждой из них работает служба неотложной помощи. Врачи и фельдшеры, диспетчер, санитарная машина. Они работают по вызовам, где нет угрозы жизни и не требуется экстренная медицинская помощь. Часть обращений поликлиники передает служба скорой помощи. Я надеюсь, это только первая ласточка для города Самары. И в течение года будут еще автомобили для оказания неотложной помощи нашим жителям, что, на мой взгляд, существенно улучшит оперативность именно неотложной медицинской помощи. Новую технику закупили на средства национального проекта здравоохранения. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов. События. Перечень жизненно важных лекарств, на которые могут рассчитывать льготники, расширили с этого года. В него входят психолептики, гормональные и антибактериальные препараты. Список заболеваний, при которых это обосновано, утвердил Минздрав. С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией. Речь идет о тяжелых формах эпилепсии и случаях, когда требуется палеотивная помощь. По итогам 2019 года было принято решение снизить надбавки на оптовую закупку препаратов. Изменилась и продолжительность периода, в течение которого пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, будут снабжаться лекарствами. Теперь им положены бесплатные препараты в течение года. В этом году у нас есть еще одна положительная новость. Это для пациентов, также региональных льготников, лица, которые имеют фибрилляцию предсердий, но не перенесли еще сердечно-сосудистые катастрофы, такой как, например, инсульт или инфаркт. Они будут обеспечиваться лекарственными препаратами из группы антиагрегантов в течение года. Прокуроры из Самарской области хотят уволить за поддельный диплом. Речь идет об Алексее Махове. Он возглавляет надзорное ведомство в Чапаевске. Прокуратура Самарской области выяснила, что диплом кандидата юридических наук не соответствует предъявленным требованиям. Отделу кадров поручено подготовить представление на имя генерального прокурора Российской Федерации на освобождение Махова от занимаемой должности. Заместитель облпрокурора Андрей Шевцов подчеркнул, что Махов совершил проступок, который порочит честь прокурорского работника и нарушил присягу. Аналогичные вопросы возникли и к его отцу Виктору Махову. Он занимает должность главы Хворостянского района. Но получить объяснение от него пока не удалось. Глава района на больничном. Ранее прокуратура нашла поддельный диплом у чиновника Кенель Черкасского района. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре изменится схема движения по улице Фрунзе. Вплоть до 6 марта улицу Фрунзе перекроют на участки от Шостаковича до Красноармейской. Ограничения связаны с ремонтными работами на канализационной сети диаметром 150 мм. Из-за технических особенностей необходимо строить новый колодец. Работы будут вести в котловане на глубине 6,5 метров, пояснили ресурсники. Открыть движение планируется 6 марта в 8 утра. В Самарской области двух производителей колбасной продукции уличили в использовании запрещенных добавок. В образцах колбасы и сосисок, которые отобрали в магазинах и отправили в лабораторию, обнаружили микробную трансглютаминазу. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора. Это фермент, имитирующий действия природного компонента и вырабатывающиеся микробами в промышленных масштабах. Она широко используется при производстве колбасных изделий в молочной, рыбной, хлебопекарной промышленности в нарушении установленных требований к безопасности продовольственной продукции. Она не разрешена к использованию, но активно применяется производителями пищевой продукции. С 1 марта по 31 декабря текущего года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет предоставляться право бесплатного проезда в пригородных поездах. Безденежные билеты оформляются в кассах по предъявлению удостоверения, подтверждающего льготный статус. По одному удостоверению можно получить бесплатные билеты для ветерана и одного сопровождающего. Ограничений на количество поездок нет. Бесплатный проезд для ветеранов решили ввести в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне, которая отмечается в этом году. Стала известна стоимость проезда в новом автобусном маршруте номер 108, который будет курсировать между Южным городом и губернским рынком. Напомним, осуществлять перевозку пассажиров будут электробусы. Планируется, что в день будет 6 рейсов. Стоимость проезда устанавливается перевозчиком самостоятельно. Заявленная цена составляет 32 рубля. Электробус несколько дней назад прошел обкатку. Он вмещает 80 человек и может развить скорость 60 км в час. В преддверии Международного женского дня особое внимание женщинам, выполняющим мужскую работу. Наш корреспондент встретился с сотрудницей полиции Юлией Барковой. Девушка рассказала о суровых буднях силовиков. Подробности в репортаже Анатолия Головко. На выходных Юлия Баркова пишет картины и воспитывает дочь. Но все меняется, когда Анна надевает форму. Юлии приходится иметь дело с настоящими преступниками. Однажды вместе с напарницей лейтенант задержала вора. Он украл у женщины телефон и деньги, пока так упалась в Волге. Преступник пытался продать украденное потерпевшее. И вот тут-то его и повязали. С укрытия трансформаторные будки наблюдали. То есть подошел к ней молодой человек с телефоном в руках и сигнальным обозначением. То есть она нам дала понять то, что все можно. И мы выдвинулись с напарницей, задержали его, составили необходимые документы и доставили в территориальный отдел полиции. Юлия Баркова изучала приемы рукопашного боя в полиции, владеет ими в совершенстве. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Утро в полку ППС начинается здесь, прямо на плацу. Сотрудники строятся в ровную шеренгу, проходят инструктаж, отрабатывают приемы рукопашного боя и разъезжаются по маршрутам патрулирования. На одном из таких маршрутов мы сейчас с вами и побываем. Садимся в патрульный автомобиль. Поступает сообщение от дежурной части, выезжаем незамедлительно на вызов по преступлению. Также в случае выявления административного правонарушения, допустим, распитие алкогольной продукции, мы останавливаемся, подходим, представляемся, объясняем гражданину суть его правонарушения и составляем необходимый административный материал. Заезжаем во дворы Октябрьского района и видим подозрительного гражданина, который находится рядом с автомобилями. Сейчас сотрудники полиции проверят у него документы. Человек в розыске не числится. Приняли, спасибо. Всего доброго. Спасибо. На этот раз все закончилось благополучно, но порой бывает и так, что хрупким, на первый взгляд, девушкам лично приходится задерживать опасных преступников. Родные и близкие, конечно, переживают, но в выборе профессии Юлию поддерживают. Тем более ее вторая половина тоже в погонах. Муж у меня тоже в системе МВД, поэтому у нас как бы такая семья полицейских. Он все понимает, знает, ну и, конечно, если приходится выезжать на какие-то мероприятия, он переживает. Коллектив телеканала «Самара ГИС» поздравляет всех девушек-полицейских с Международным женским днем. Но, несмотря на праздник, некоторые из них все равно выйдут на службу в этот прекрасный весенний день. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Как сэкономить на налогах, не нарушая закон? Об этом самарские предприниматели узнали на семинаре «Оптимизация налогообложения» в бизнес-инкубаторе. Он организован городским департаментом экономического развития, инвестиций и торговли. Тематические обучающие лекции пройдут во всех районах города. О чем эксперты расскажут начинающим бизнесменам, узнала Лариса Шалафаст. Как сэкономить на налогах и какую систему налогообложения выбрать, об этом самарским предпринимателям рассказывают на специальном семинаре. Эксперты говорят, одна из самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей – неверная цена образования. В цену продукции не закладывают нужную сумму на налоги, в итоге оказываются в минусе. И отсюда, так скажем, провалы многих начинающих предпринимателей. Из-за того, что неверная система налогообложения, неверно выбранная организационно-правовая форма, и, собственно говоря, бизнес не идет. Чтобы не оказаться в сложной ситуации при становлении бизнеса, предприниматели должны изучить не только систему налогообложения, но и знать о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать, а также разбираться в тонкостях законодательства. Всю необходимую бизнесменам информацию в Самаре расскажут на серии семинаров. Они организованы городским департаментом экономического развития, инвестиций и торговли по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка предпринимательской инициативы. Какие конкретно темы требуют разъяснения, предприниматели обозначили сами. Сейчас налажена тесная взаимосвязь с предпринимательским сообществом посредством социальных сетей, посредством обращения непосредственно в отдел промышленности и предпринимательства. Вот формируются некие запросы, которые мы отрабатываем, и предприниматели города Самара получают обратную связь в виде вот таких обучающих семинаров. Семинары для предпринимателей пройдут во всех районах города. Подробный перечень с указанием места и времени можно будет найти на сайте Самарского бизнес-инкубатора. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Подарки и цветы. Администрация промышленного района совместно с Союзом женщин поздравили с наступающим 8 марта вдов участников Великой Отечественной и локальных войн. Встречу посвятили 75-летию Победы. Подробности в нашем сюжете. Супруг Валентины Водославской Михаил 35 лет своей жизни посвятил защите Родины. Он служил в разведке во время локальных войн в Чечне и Афганистане. Вдова рассказала, что гордится мужем и всей своей семьей, в которой выросло уже несколько поколений военнослужащих. Она прочитала стихи сына. Отец мне сказал, что в войну дед ему отстоял всю страну. Мне остался в наследство мир, чтоб всю жизнь я его хранил. Вот и я стал большим уже. Оставляет отец мне в наследство все, что честью своей заслужил – защищать счастливое детство. Ежегодная встреча Союза Женщин с Довами Ветеранов посвящена 75-летию Победы. Здесь вспомнили погибших героев, а также поздравили женщин с наступающим 8 марта. Очень бережно относимся к ним и стараемся вниманием уделять каждому празднику, для того, чтобы они чувствовали свою значимость, и что мы их не оставляем наедине с своими проблемами. Участникам встречи от администрации промышленного района вручены подарки. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Кванториум, Космо-Квантум, Кубсаты. Для полсотни школьников, пришедших в технопарк на лекцию российского ученого Геннадия Аншакова. Слова привычные. Смоделировать космический аппарат или создать микроспутник для них не проблема. О том, чем увлекаются технически подкованные молодежи, в нашем следующем репортаже. Когда говорят о рентгеновском и гамма-диапазонах, это информация о горячих объектах, событиях во Вселенной, процессах, связанных с высокими температурами, давлениями, большими массами. В зале тишина. О школьнике, затаив дыхание, слушают заместителя генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадия Аншакова. Он знает, как заинтересовать юных слушателей. Понятными словами рассказывает им о достижениях и перспективах развития космического машиностроения в России. На заводе Геннадий Петрович работает вот уже 60 лет. Я понял, что вот все-таки встреча для них была существенна, с теми, кто действительно работает. Поэтому я попросил, подготовьте вот, что вас интересует, скажите вопрос. На основании этих вопросов я примерно построил выступление. Я хотел им сказать, что это очень интересно, это пойдет в жизнь, это сегодня надо. Не бояться этого, не бояться там, что что-то не получится. Бороться, искать, как помните у Каверина, найти и не сдаваться. Самым активным участником встречи оказался Егор Малов. Его отец и дед работали на заводе «Прогресс». Да и сам он хочет поступать в Московский университет имени Баумана на факультет ракетно-космической техники. Мне кажется, это очень интересно. Поскольку человек, который во всем это вертится, вертился, своими глазами видел историю. Кванториумы – это федеральная сеть детских технопарков, где школьники изучают космонавтику, робототехнику и компьютерные технологии. В Самарской области таких кванториумов пока два. Главный в Самаре и филиал в Тольятти. В каждом из них насчитывается по тысяче человек. Любимое направление у многих юных инженеров – космо-квантум. Школьники вместе с наставниками проектируют и моделируют космические аппараты. Создают собственные микроспутники – кубсаты. Участвуют и побеждают в чемпионатах и олимпиадах, в том числе международных. В планах на лето принять всероссийскую образовательную сессию от наставников космического машиностроения со всех технопарков России. Главная идея кванториума – это создание проектных команд и обучение ребят современным знаниям и навыкам в рамках информационных технологий, роботехники, беспилотных технологий, технологий космонавтики, которые в будущем им помогут реализоваться как замечательным будущим инженером. Набор в команду исследователей космоса начнется в начале учебного года. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте кванториум63.рф или в социальных сетях. Анатолий Головко, Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарегис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok